МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые в истории Украины суды признали факт российской вооруженной агрессии и оккупации части территории страны. Два судебных решения об этом – первые результаты работы молодой общественной организации – всеукраинского общественного движения «Сила права». Об этом ее представители рассказали на пресс-конференции в Киеве. Из-за отсутствия общенациональной юридической стратегии борьбы, а также инвентаризации потери оценки ущерба, украинские граждане бизнес с оккупированных территорий брошены на произвол судьбы. Поэтому инициативу по защите их интересов взяли в свои руки общественники, в их числе и «Сила права». Работа движения разделена на несколько этапов. Первый – установление в суде юридического факта переселения и потери имущества вследствие вооруженной агрессии. Второй – расчет ущерба. Третий – судебно-порядки взыскания указанных сумм с Российской Федерации. Два иска уже удовлетворены украинскими судами, и эти дела, отмечает глава движения Андрей Сенченко, стали прецедентом. Это первые за все время оккупации Крыма и части территории Донбасса решения, вынесенные украинскими судами, в которых установлен факт российской вооруженной агрессии и вина государства-агрессора в нанесении ущерба гражданам Украины. В ближайшее время мы ожидаем пилотные решения в интересах семьи погибшего военнослужащего и в интересах воина, получившего тяжкие увечья при исполнении своего долга. Программа является в определенном смысле тестом на патриотизм, человечность, интеллект и работоспособность национальной судебной системы. Первое положительное решение Херсонского суда было принято по делу журналистки Черноморской телерадиокомпании Анны Андреевской, которую оккупационные власти Крыма обвиняют в сепаратизме за публикацию статьи на сайте Центра журналистских расследований. Анна больше года не может попасть домой увидеть близких. Когда об этой ситуации стало известно, ко мне обращались различные правозащитники, адвокаты, в том числе российские, предлагали свою помощь в этой ситуации. Но я решила пойти путем предложенным силой права, поскольку это, во-первых, мои земляки, и они лучше других, наверное, знают специфику и сложность этого вопроса. И я надеюсь, что мое решение суда стало таким прецедентным, то есть от него дальше будет зависеть судьба, наверное, других таких же исков. И я очень надеюсь, что этот прецедент позволит моим землякам восстановить какую-то справедливость. Чем больше будет подобных судебных решений, тем больше шансов на международном уровне решить вопрос в пользу пострадавших. Но заявить, что называется в голос о своей проблеме, решаются далеко не все потерпевшие. По самым скромным подсчетам, около двух миллионов людей, пострадавших от военной агрессии России, выехало на материковую Украину. Около двух остается на оккупированных территориях. А каждый гражданин страны понес моральный ущерб. По словам представителей организации, сила права может помочь сопроводить около двух миллионов дел. Хотел бы я поддякувать самим тем людям, по которым принимались эти решения. Анне Дмитриевне и другой особи по голосовскому районному суду города Киева, которые не побоялись выступить и искать в судовом процессе и назвать все своими именами. В судовых заседаниях даже сами суды боялись слова военной агрессии Российской Федерации. И по первому решению Анны Дмитриевне, там также с этим есть определенные вопросы. Правовая стратегия силы права базируется на положениях Конвенции ООН. В ней речь идет о том, что у государства-агрессора нет иммунитета в суде другой страны от возмещения денежной компенсации в случае нанесения ущерба, смерти, причинения повреждений в результате его агрессии. На что мы хотели бы особо обратить внимание, что данные судовые решения выносятся не в межах только правопорядка Украины, но также с выходом на международные процедуры, согласно с которыми сообщается об этом, что такое судовое заседание готовится, и в этом судовом заседании будут рассматриваться права и обязательства страны-агрессора. Задача организации – взыскание материального и морального ущерба с Российской Федерации в международных судах, а после – конфискация ареста имущества страны-агрессора. Андрей Сенченко уточнил, по самым оптимистическим подсчетам, на последний этап потребуется около трех лет, но для этого понадобится активное участие всех пострадавших. Как минимум должны быть представлены дела людей из разных регионов и ряда категорий – те, кто получил травмы, семьи погибших, те, кому запрещено заниматься профессиональной деятельностью на оккупированных территориях, те, кому применялось физическое насилие и пытки. До Нового года общественные приемные силы права откроются почти во всех областях страны. Участники пресс-конференции подчеркивают – юридическое сопровождение и помощь от организации абсолютно бесплатны. Следствием энергоблокады Крыма стал рост цен на товары первой необходимости и актуальные сейчас для крымчан свечи, батарейки, аккумуляторы, генераторы. Это подтверждают и оккупационные власти. На заседании межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации так называемый министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник сообщил, что Совмин занимается мониторингом цен и пытается сдерживать повышение. Не во всех администрациях оперативно включились в работу по мониторингу цен. Из всех регионах со знаком «минус» хотел бы отметить Алушту Исаки. Хлеб на полуострове в среднем подорожал на 3-5 рублей. Молоко выросло в цене на 5-10 рублей. Наиболее заметно подорожание товаров, необходимых для жизни при блэкауте. В Симферополе парафиновые свечи, стоившие 7 рублей до отключения электроэнергии, сейчас продают по 35-50 рублей за штуку. Фонарики китайского производства раньше продавались по цене в 100-150 рублей, теперь 300-500. Пальчиковые батарейки подорожали с 15 до 50-60 рублей за штуку. У нас же как, чуть-чуть какие-то изменения, так, какие-то, ну, будем говорить так, спекулянты тут же воспользуются этим. А спекулянтов у нас хватает. Так, немножко на хлеб повысилось рубля на 2. Ну, который я беру хлеб. Я не знаю, тут повысился другой хлеб или нет. Я кирпичом беру просто. Ну, это на свечке вот такой вот, которая, кто, чем пользуется, когда света нет. Там тоже немножко повысилось. Пример. Свечка, свечка, ну, так сказать, стоила 8 рублей. Сегодня уже 70 рублей. А хлопцы наши попустили это и попускают. И ты же, ну, так самый хлеб был 18 рублей, был 21 рублей. Ой, я так редко бываю на таблетке, что я не могу сравнить. Вот я посмотрела, мандарины стали дороже. Мандарины меня заинтересовали. Средняя, то есть, мне моей пенсии достаточно для меня. Понимаете? А для кого-то, может, это дорого. Ну, я себе позволяю, потому что пенсия мне достаточно для меня, для одной. Я лично столкнулся только со свечами. Ну, вот здесь я знаю, что здесь у нас в магазине я купил по 35. Они знают, сколько они раньше были. А на рынке, говорят, там вообще дороговизна страшная. Конечно, что вы, то вы не знаете. Ой-ой-ой. Повысили все. Самый большой скачок цен на генераторы. Если до блокаута 2-х киловаттный, это стандартный для небольшого частного дома генератор, стоил 15 тысяч, такой сейчас в продаже по цене от 25 до 30 тысяч. 5-киловаттные стоили 30, теперь за них просят 50 тысяч рублей. Правозащитные организации Украины передадут в Международный уголовный суд материалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в аннексированном Российской Федерации Крыму. Об этом их представители заявили на пресс-конференции в Киеве. Как отмечает глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, правозащитники уже встречались с представителями ГААГи, приезжавшими в Украину, и предварительно рассказали им о положении дел в Крыму. Ситуацией они заинтересовались и теперь ожидают документы. Печончик отметила, что зафиксированы наиболее тяжкие преступления, убийства, пытки, похищения. Она напомнила, что наибольшее их число произошло в марте 2014 года. Речь идет в основном об общественных активистах, журналистах, операторах. Всех, кто фиксировал происходящее на полуострове. То есть, это фактически создает атмосферу безкармности на Крымском полуострове. Правозащитники презентовали исследование «Крым без правил» – обзор ситуации с правами человека в условиях оккупации. В нем идет речь о переселении граждан России на оккупированную территорию Крыма. Подобные действия, считает юрист Антон Кореневич, в скором времени могут привести к значительному изменению демографического состава населения полуострова. Эксперты предполагают, что рассмотрение крымских дел в Международном уголовном суде может занять длительное время. Так, на рассмотрение преступлений в Грузии, совершенных Российской Федерацией, в 2008 году у этого суда ушло 7 лет. На рассмотрение украинских дел может уйти больше времени, так как Украина еще не ратифицировала римский статут. Правозащитники уверены, в итоге организаторов и соучастников преступлений в Крыму все равно ожидают ордера на арест. И Москва пойдет на выдачу этих людей Гаакскому трибуналу. Субтитры создавал DimaTorzok